Привели у нас сегодня часы. Выспалась, без будильников стала показать вам погодку. Немножко ветрено, сейчас уже время пол девятого и мне надо перед работой заехать в Лидах, смотрите как там зацвели бобовые. Далее, вот здесь есть большой стол. Птицы поют, заливаются, вот такой прохладный ветер, деревья цветут вовсю. Дяденька в лес поехал. Я собираюсь, еду в Лидл. Пообещала своей Моретте, что у меня есть односпальное белье. Оно у меня было, но я настолько все в попыхах вот это пособирала, у меня, во-первых, шкафы стали практически пустые. Пособирала все белье, все-все-все-все пораздавала. Вчера искала ни одной простыни односпальной. Остались два старых пододеяльника. Ну, старое как-то давать. То, что было новое, я все раздавала. Старое пусть будет у меня дома. Сейчас поеду и куплю комплект односпального белья. В Лидл они продаются там. И простынь, и наволочка. И пододеяльник. В Лидл пододеяльники. Мы привыклись пододеяльниками спать. Потому что у итальянцев это две простыни. Я простынь не поддерживаю. А у меня вот такие вот, видите, старенькие. Они трикотажные, как майка. Тянутся. С ними так удобно. Но больше такого в Лидл я не видела. Это было еще лет десять назад. Вообще. Несносные. Не мнутся, не рвутся. Вот так вот. Тепленькие, уютненькие. Так что поехали в Лидл. Мне из парка пришло сообщение. Говорит, ты ж не забудь, что сегодня часы перевели. Ну, на телефоне-то часы сами переводятся. Поэтому забыть никак нельзя. Такая тишина в городе. Если бы не вот этот ветер, а в воскресенье все спят. Ну, правильно делают. А мы сегодня работаем до семи. Первый день. Видали? Как цветет. Черешня. На улице плюс 13, но холодный ветер. Супачкой пропустим. Стоять. А вчера у нас в парке люди ходили. Прям с коротким рукавом. Там действительно было жарко. Безветренно. Жарко. Но пока солнышко греет, пока и жарко. Как только оно спряталось, сегодня оно какое-то в дынке еще стоит. Ну, наверное, потому что по старому времени-то еще рановато. Ну, думаю, солнце выйдет и будет опять жара. На дороге никого. Впереди какая-то машина поехала. Что значит воскресенье? Народ отдыхает. Вчера у нас было 400 человек, больше 400. Для субботы это очень много. Далее термомикс стоит в Lidl. 379 евро. И никто не разбирает. Раньше за термомиксами, когда они заезжали в Lidl, такая была толпа. А сейчас стоят уже вторую неделю. Итак, купила две простыни. Всего-навсего не было просто. И решила себя побаловать. Вот такие вот пять чириалей. Ой, как же они называются? Ну, вы поняли, да? В шоколадной оболочке на завтра. Рис. Рис Софиату. Ну, еще что-то. Вот такие вот простыни. Забрала. Это было раскрытое. Забрала последние. Там розовые оставались. Но у нее мальчик, поэтому не стала брать. Вот видите, какой трикотаж. Он тянется. Он удобный. Вот это дешевле, потому что она более такая искусственная. Вот это получше. 6,99, 5,99. А вот не было ни наволочек, ни... Как-то странно. В Lidl там, где белье было пусто. Хотя обычно... Обычно его всегда полно. Ну, на сей раз хоть это. Только что встретила начальника своего спарка. Он говорит, Лиля, одевай сегодня вот эту маску. Эфе, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я говорю, что случилось? Говорит, Саретта. Позитивная. Это у нас из билетной кассы, девочка. Я говорю, меня вчера в билетной кассе не было. Говорит, Саверий захотел. Вроде тебя маска от чего-то спасет. Оденем. Начальство просит, оденем. Сейчас надо кофе выпить. Никак проснуться не могу. Людей под парком вообще нет. Я говорю, а ты что думала, что часы переведут на час вперед. И все повскакивали в воскресенье и прибежали сразу в парк гулять. Народу выспаться надо. Так что еду пить кофе. Сороки летают. Еще у нас вот так вот все цветет. Тишина в парке. Тишина в парке. Боже, мы побили рекорд прошлой недели. Парк нет, мы с Саверио, да. Вот это мы дали огню. Ни одной булочки, ни одного сладкого. Вообще ничего не осталось. Ну, смели конкретно. Когда булочки закончились, а что у вас есть покушать? Фруктовый салат. А какой он, я говорю. Там все. И киви, и малинка, и яблочко, и ананасики, и все прочее. О, давайте. Как только одну показали, разлетелись фруктовые салаты. Лучше, чем горячие пирожки. Так что мы практически остались. Ну, я своих-то подкармливаю, подкармливаю я им. Что-то свое даю. Какой-то бутенброд я им делаю. Марета у нас стояла на посуде. Заходит ко мне начальник, говорит, ну как бы. Я говорю, уходи. Уходи. Я говорю, лучше дай мне Марету посуду помыть. Она говорит, там туалеты каждые 15 минут надо мыть. Я говорю, пофиг туалеты. Говорю, давай мой посуду. Она как пришла, как встала, полтора часа посуды. Полтора часа, не согнувшись. Вот так вот. И главное, что люди на отдыхе, а всем надо быстренько обслужиться. Понимаете? Ну, ничего. Я думаю, мы научимся. Видите, сколько людей в городе. А у нас в терминале он пустой. Так что завтра вставать в 5 утра. После переведенных часов. Потому что надо еще привыкнуть. Какая машинка впереди меня едет. Видите, с правой стороны красная. Макина депока. 500. Смотрите, сколько детей и голубей. Дети гоняют голубей. Ребята, такая авария. Это ужас. Машина на машине с перевернутыми колесами. Куча скорых, куча полицейских. Все это фотографирует. Это какой-то кошмар. Видите, слева. Я такого еще не видела. Вот это удар, видать, был. Там столько скорых, столько пожарных. Хорошо, что эта машина впереди меня была. Что даже не хотелось и смотреть в ту сторону. Ужас. Завтра в газетах напечатают, что там. Тут же и скорости не должно быть. На мосту. Тя-ти. Ужас. Вернулись. Нормально. Тя-ти. Тя-ть. Добрый-добрый день. Сегодня еще воскресенье. Вышли погулять На улице холодно Около 2 градусов тепла И смотрите, что мы увидели по дороге Я не могла мимо пройти Дерево В чем? Береза Береза И висит вот такая сосулька Как вы думаете, что это? Интересно, правда? Вот отсюда она начинается Натуральная сосулька Потому что ночью, видно, мороз был И вот она капает еще Догадались, что это? Я даже лизнула Это березовый сад Береза Ветки летят Я надела очки И перчатки Представляете? Очки для того, чтобы глаза не дуло пыль Но перчатки для того, чтобы тепло было Ветер ужасный Вчера был сильный Но вчера была температура комфортная А сегодня Будет 2 градуса Продолжение следует... Продолжение следует...